Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу. С вами Ольга Алексеева. С 25 апреля в Чувашии установлен особый противопожарный режим в связи с повышением пожарной опасности на территории республики. О том, какая работа ведется сотрудниками МЧС в этот период, мы поговорим сегодня. В нашей студии заместитель начальника Главного управления МЧС России по Чувашской республике, полковник внутренней службы Николай Петров. Николай Валерьянович, здравствуйте! Добрый день, Ольга! Сколько пожаров произошло в Чувашии с начала года и по каким причинам они происходят? На сегодняшний день произошло более 600 пожаров уже. Погибло 53 человека. К сожалению, рост по погибшим очень большой. В том году было на этот период только 20 погибших. У нас погибло уже трое детей в этом году в пожаре. В основном объекты, конечно, как мы и говорили уже ранее, это жилой сектор, частный жилой сектор, квартиры, жилые дома, где происходит порядка 78% пожаров. Также у нас наблюдается рост пожаров и на новостройках, которые строятся объекты, еще не введены в эксплуатацию. Наблюдается рост пожаров на объектах складских, складского назначения. Конечно, очень много в этот период, в апрель-май, сжиганий травы, сухой, мусора. Если считать по причинам пожаров, то, конечно, на первом месте всегда идет неосторожное причинение с огнем. Всегда. Это человеческий фактор, это порядка 30-35%. Это неосторожность с огнем, это неосторожность при курении, курении в нетрезвом виде. Это вот все причины такие. Далее у нас причины, как обычно, это идет нарушение правил устройства эксплуатации электрооборудования. Порядка 20-18%, 25% бывает из года в год. Вот в этом году у нас 25% внушение правил устройства эксплуатации оборудования. То есть каждый счет пожар из-за проводки, неправильного монтажа, устаревшего электричественного оборудования. И порядка 15-17% у нас ежегодно происходит пожаров из-за печного отопления. Если говорить о природных пожарах в Чувашии, в каких районах республики остановка наиболее сложная? Ландшафтный пожар, где максимальное количество, это можно из-за тем, что там земли не обрабатываются. Это вот у нас Маргаушский район, очень много таких, 8. 14 Чапасарский район, Алатовский район, 8 ландшафтных пожаров. Козловка 5, которые наибольший массив нам дают пожары. Вот эти районы, вот эти 5 районов. А теперь давайте перейдем к понятию ландшафтного пожара. Это ввело в обиход с 1 января этого года по закону о пожарной безопасности. Ландшафтный пожар – это тот пожар, который происходит вне населенного пункта и вне леса. Лесной пожар, лесной – это который ландшафтный, но происходит в лесу. Поэтому на сегодняшний день у нас произошло 66 таких пожаров. 66 уже. Из них один лесной в Алатовском районе, порядка 9 гектара. Мы уже имеем ущерб, имеем один лесной пожар. К сожалению, погода, вот пока она способствует еще таким пожарам. И очень многие автолюбители, не задумываясь, проезжая такие асфальтовые дороги, кидают сигарету, поджигают, кидают сигарету просто в окно. Это тоже может привести к пожарам. И приводит к пожарам, когда вдоль дороги есть обгоревшие участки. С 25 апреля в Чувашии объявлен особый противопожарный режим. Какая работа ведет с сотрудниками МЧС по проверке соблюдения жителями Чувашии установленных ограничений при использовании открытого огня? Какое наказание может грозить нарушителям? Наказание, конечно, в условиях особого режима противопожаров в двойном размере идет. Награждан на 2 до 4 тысяч, на юрлица от 200 до 400 тысяч рублей. Что мы делаем? В рамках особого режима, конечно, мы усиливаем патрулирование в лесной местности, на землях, пролегающих к лесным насаждениям, в населенных пунктах, в городских парках. Только с 1 числа мы провели патрулирование за Волгой. Ежедневное было. И составлено у нас на сегодняшний день 66 протоколов за нарушение требований пожарной запасности неправильного оружия костров. Кострам мы относим к открытому огню, и мангалам в том числе. У органов местного управления составлено 9 протоколов за этот же период. То есть это наши помощники в этом деле. Если говорить про открытый огонь, к которому мы говорим, к которому мы относим и мангалы, то, соответственно, да, с 25 апреля запрещено разведение костров в лесу, на прилегающих местах, в населенных пунктах. Потому что особый режим противопожаров введен на территории всей республики. Мы не оговариваем какие-то зоны. Вот здесь можно шашлык делать, здесь нельзя. Везде, где присутствует открытый огонь, разведение его запрещено. Хочется все равно шашлыки, как в летнее время, приготовить безопасно. Учитывая, что с 1 января вступили новые правила противопожарного режима РФ. Да, вот в этих правилах полный запрет стоит. Полный запрет. Конечно, мы предполагаем, что будут у него носиться изменения. И свои предложения мы каждый субъект РФ посылаем в Москву. Потому что мы хотим предложить так. Если примыкает населенный пункт к лесу, то не весь населенный пункт лишает приготовления шашлыков. А вот ближайшие участки, которые примыкают непосредственно к земельной, к лесу, вот это жилье, там надо запретить, конечно, этот огонь. А если вторая, третья линия, то там есть вероятность, что огонь не дойдет через соседнее строение. То есть мы хотим вот такие предложения все-таки внести. А то на сегодня действительно полный запрет. А сейчас что делать? Как вы считаете? Ну, мы считаем, что нужно делать какие-то определенные печи конструктивные, которые вот, ну, как вот в Москве оборудовали, допустим, за счет... Город оборудовал, в Москве есть площадки, есть старая стационарная печка, непередвижная, ни мангал, ни переносной. Есть стены ограждающие из негорючего материала, за пределы которого огонь не уйдет. Вот если такие у нас условия будут оборонены за Волгой, мы, конечно, не будем возражать против штыков. А на сегодняшний момент такого у нас нет, к сожалению. То есть сегодня пока уже запрещено расчетать? Да, сегодня полный запрет, да. Еще хотелось бы добавить, что про курение на балконе запрета жесткого, такого нету. Но запрещено разводить открытый огонь на балконе, чтобы этот огонь не вспомнился, не перекинулся на нижние лежащие этажи. Конечно, запрещено кидать сигареты с верхнего балкона. У нас есть случаи ежегодные, когда загораются нижние этажи квартирных жилых домов. Вот это тоже, пожалуйста, обратите внимание. Ну, если наступит, конечно, пожар, то есть ответственность не только административную, но и уголовная в отношении нарушителя, если будет ущерб третьим лицам или соседям. А приближаются летние школьные каникулы. Все ли детские лагеря республики соответствуют противопожарным требованиям безопасности? На сегодняшний момент создается реестр лагерей правительства Чувашия. Мы его тоже участвуем, смотрим его создание. 15 лагерей загородных, по аналогии с прошлым годом, мы начали проверку уже с первой чиселем мая, закончили в четырех. Нарушение, характерное для всех лагерей, это после зимнего времени восстановить нужно пожарную сигнализацию. В прошлом году работа правительством Чувашии и уровня сопровождения была предназначена большая по лагерям, вот действительно большая. Отдельные лагеря у нас даже суммы на устранение капитальных нарушений пожарной безопасности заходили до 10 миллионов. То есть мы считаем, что на сегодняшний момент у нас практически все лагеря будут соответствовать требованиям пожарной безопасности. Но с нового года появилось новое требование в правилах пожарной безопасности, это в палаточном лагере. Вот если у нас такие лагеря будут, которые не санкционированы, в которые в реестр не вошли, не успели, но захотят открыться, они должны будут выполнять требования тоже. Как и к стационарным лагерям, так и к палаточным лагерям есть отдельный раздел в правилах пожарной безопасности. Уважаемые граждане, в городе Москве на этой неделе проходит выставка «Комплексная безопасность», где есть раздел «Пожарная безопасность». Представители субъектов Российской Федерации, начальники главного управления МЧС России по субъектам находятся на этой выставке. В рамках этого мероприятия в каждом субъекте проводится неделя безопасности, в рамках которой все надзорные органы доводят свои требования до граждан Российской Федерации, доводят порядок проверок, порядок обжалованных решений, порядок обращений в наши органы. В эту неделю все министерства ведомства, которые наделены надзорными полномочиями, будут обращены в адрес граждан. Можно обращаться к нам в открытом формате, приходить на приемы, будем отвечать на ваши вопросы и проводить параллельные инсультажи, инструкции, инсультажи проводить, эвакуации в садиках, школах, объектах торговли. То есть такая работа проводится у нас впервые за последнее время, вот такая неделя профилактики. Хочется обратиться к вам и сказать, что соблюдайте элементарные требования пожарной безопасности. Не разжигайте костер, не оставляйте костер непотушенным, тем более в лесу, в лесах, в прилегающих территориях. Не пригружайте электросети, электропроводки свои. Просьба, конечно, в правилах пожарной безопасности четко прописана, что каждый гражданин в своем жилье должен иметь первичные меры пожарной безопасности. Ну и, соответственно, конечно, нужно детей воспитывать в правильном направлении и говорить о данных требованиях пожарной безопасности. Спасибо большое. А я напоминаю, что вы смотрели программу «По существу». У нас в гостях был заместитель начальника главного управления МЧС России Почувашской республики, полковник внутренней службы Николай Валерианович Петров. До свидания.